Уже не по себе от одного вида из окна машины. Заброшенные опасные предприятия. Здесь закопаны в землю цистерны. Что в них, никто не знает. Сейчас специалисты проводят обследование емкостей. Важно понять, с чем предстоит работать и что необходимо утилизировать. То бишь, никакой у нас карты по закопке этих емкостей, ничего нет. Это мы их сами вот обнаружили. Это случайно обнаружили. А сколько еще таких, мы не знаем. Потому что здесь был хаос несколько лет. Просто там начала дымиться. На площадке большая делегация представителей Министерств природы, обороны, Росприроднадзора, Росатома, Федерального экологического оператора, а также правительства Иркутской области и администрации Уссоля-Сибирского. Они осматривают территорию двух предприятий. На площадке Уссоля-Химпрома 140 цехов и почти 50 километров наземных и подземных коммуникаций. Почва, грунтовые и подземные воды здесь пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. А это земли бывшего предприятия Уссоля-Сибирский силикон. Здесь обнаружили нефтяную линзу прямо в районе водозабора Ангары. Вот так вот приблизительно радиус 500, может 800 метров изыскания мы провели. Находится нефтяная линза. Она под наклоном, под наклоном, два года назад рванула вон в том месте, когда размыла, скажем, канаву. И по всему периметру водозабора находится труба, которая собирала рассол и не давала поступать ему водозабором гора. Сейчас эта труба, которая, она вон там прорвала ее. А мы когда посмотрели, она полная вся нефтепродуктов. Поэтому начали думать, следственный комитет, все, откуда пошла нефтянка и так далее. Сделали изыскание, а там огромное пятно. Все. Ну и понятно, соль завода уже нету, химпрома нету. Кому предъявлять 14 тысяч 400 тонн по подсчетам геологоразведки. Мы посетили все объекты, которые предстоит в оперативном режиме полностью обследовать. В том числе и с помощью ресурсов федерального центра, первую часть имени Министерства обороны России. И по каждому из этих объектов определиться с перечнем мероприятий. Будь то это мероприятия оперативного характера, требующие неопогательного решения. Будь то это плановые мероприятия. На совещании в областном правительстве решено комплексный анализ объектов накопленного экологического вреда на Уссулихимпроме провести до 26 июля. Затем оперативное составление дорожной карты. Одно из его мероприятий – включение очагов загрязнения в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Важнейший шаг в этом направлении мы заключили в соглашении с государственной корпорацией «Росатом», которая специализируется на обращении отходов первого и второго класса опасности. И второе – мы видим, что здесь уже можно конструктивно обследовать всю территорию, заняться рекультивацией этой территории, ну и дальнейшее развитие этой промышленной площадки в интересах Иркутской области. Сейчас на промплощадке уже начала работать техника Министерства обороны. С ее помощью проведут химический анализ объектов и выявят все очаги загрязнения. Яна Романова, Наталья Ветрова, Айс ТВ